Образовательный семинар СМИ «Плюрализм мнений права человека» проводится по проекту Международного общества «Прав человека». Целью деятельности организации является формирование в обществе уважения личности и высокой культуры прав человека. Центр внимания для плодотворного обсуждения стали газеты, телевидение, интернет-СМИ, радио, а также другие источники информации и их достоверность. Цель семинара – обсудить данную, естественно, проблему и повысить грамотность данной проблемы участников семинара журналистов. Особенность данного семинара – что мы впервые выходим на проблему работы средств массовой информации. Это первая особенность. Вторая особенность заключается в том, что мы не ставим цели, проанализируем состояние средств массовой информации, но берем один аспект, который очень важен – мир дезинформации. В 2018 году Европейская комиссия выработала инструменты саморегулирования и борьбы с дезинформацией в интернете, после чего был принят свод практических правил Европейского Союза по дезинформации. К концу этого же года кодекс подписали Facebook, Google, Twitter и многие другие. Организации европейские заинтересованы в том, чтобы их окружали страны с предсказуемой политикой, с предсказуемым сильным гражданским обществом, с которым можно иметь нормальные добросоведские отношения. Организаторы отмечали, что состав семинара позволит тщательно обсудить проблему плюрализма мнений в СМИ, проанализировать дезинформацию в прессе и в интернете, а также выработать механизм противодействий. Люди с активной жизненной позицией, которые могут повлиять на ситуацию и отстоять свою точку зрения, несомненно, проявили огромный интерес к заданной теме. Не остались в стороне и студенты. Меня смотивировало то недавнее выступление Марка Цукенберга по поводу языка ненависти в социальных сетях, а также то, что меня, в принципе, пригласили сюда, так как я выступала год назад с дезинформацией в СМИ, и в этот раз я выступаю с темой язык ненависти в соцсетях. Проблема дезинформации и фейковых новостей в СМИ, к сожалению, не теряет своей актуальности. Заключительный белорусский семинар пройдет 17 октября в Минске в Институте философии.